Поэтому, наверное, попросили ребята, чтобы сделала такую тему, как предательство себя. Что такое автономия, что такое предательство себя и через что это, как это понимать. Естественно, в моём понимании, в моей интерпретации, потому что другой интерпретации я, соответственно, дать никакой не смогу. И я тогда коротко расскажу, что в моём понимании, что такое автономия и как оно связано с предательством. Если будут по ходу какие-то вопросы, то я как раз включила и YouTube, и здесь, наверное, можно будет потом голосом задать, если у кого-то поправится. Что такое предательство себя? Предательство себя – это, наверное, то, что большинство из нас, ну, по крайней мере, я это делала практически всю свою жизнь, пока не поняла, что такое жить без масок, что такое жить на естественных днях и что такое полюбить себя. То есть полюбить себя, мы многие считаем, что полюбить себя – это полюбить весь мир вокруг вас, что всё такое прекрасно, всё такое чудесно, вы должны всему радоваться, всех любить, всех принимать, и всё у вас будет тогда замечательно. Но почему-то радоваться-то не получается. И все, кто это практикует, начинают думать, как бы, ну, вот я был такой хороший, вот у меня всё так было замечательно, и вот он держится, 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 вот эта вот пружина, она сдавливается, 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 а потом раз – и выстрелила. И вот этот вот замечательный человек, мы, наверное, с вами все наблюдали не один раз, и какой-нибудь замечательный человек, он раз – и выдаёт какой-то нам такой свой новый формат своего общения, своего восприятия себя. Это как раз говорит о том, что мы неправильно интерпретируем, что такое любить себя. Вот. И как раз я бы сегодня хотела поговорить, что это такое предательство. Предательство – это когда мы предаём себя, начиная уходить от сути себя, заглядывая далеко-далеко вглубь, не осознавая тех моментов, которые лежат абсолютно на поверхности. Мы их не хотим видеть, потому что мы же такие крутые, мы же такие клёвые, и нам нужно обязательно заглянуть куда-нибудь далеко-далеко. Это, знаете, мне что напоминает? Это мне напоминает, когда там, не знаю, ребёнок, человек, мальчик, девочка, неважно кто, которые растут в детдоме, и через какое-то определённое время, когда он не знает ни мамы, ни папы, он начинает искать своих прабабушек, прадедушек. Но мы же с вами понимаем, что это, наверное, как минимум глупо, наверное, нужно как-то это сделать постепенно. И если мы не будем делать вот эту вот постепенность, то мы настолько будем увлечены поисками прабабушек и прадедушек, что мы будем обращать внимание на практически каждого, кто нас будет куда-то направлять. Говорить, о, я твою прабабушку, твою прабабушку, твоего прадедушку, вот там ты видела, вот там ты разыщи, вот эти документы, там ещё что-то. И мы всё время направляемся по ложному пути. По ложному пути почему? Потому что мы пытаемся всегда перескочить через что-то. Мы всё время пытаемся перескочить через самого себя. Мы всё время пытаемся быть умнее, чем мы есть, потому что это не принято, потому что это как-то стыдно, потому что это не то, к чему я всё время шла, Как я могу сказать такую глупость, если вот у меня там столько образований? Как я могу сказать вот это вот, если от меня ждут люди другого, я уже перешла этот уровень? Почему очень много людей срываются с сыроедения, с автономии? Потому что мы не пришли ещё к этому состоянию, не укрепились в нём, но мы хотим перескочить, перескочить как можно дальше, и нас постоянно отбрасывают, потому что мы не свою высоту набрали, и нам всё время стыдно начинает быть, да? Когда мы сорвались, а если ещё много людей знает что-то, я вот в этом, в определённом состоянии, и вдруг ты сорвался со своего определённого состояния, тебе стыдно сказать, потому что ты-то уже вот сюда пришёл. А почему стыдно? Потому что ты не в ладу с собой, потому что ты не ориентируешься на себя, ты всегда ориентируешься на кого-то, а что скажут другие, а как они отреагируют, а как меня после этого начнут воспринимать, а стану ли я для этого человека вот потом, вот после своего вот этого поступка, как они узнают, вот таким хорошим. А какая разница, каким вы станете для кого-то, если вы не можете перед самим собой открыться? И это как раз вот про честность. Пока мы не научимся, мне некогда. Когда мы не научимся быть честными перед самими собой в первую очередь, мы никогда не научимся быть честными перед окружающим, перед другими. А если мы не научимся быть честными перед другими, то как мы можем попросить честность от них? И когда мы не видим, вот как раз о чём мы начали с вами говорить, когда мы не видим тех моментов, которые лежат на поверхности, мы начинаем копать вглубь, мы начинаем слушать тех людей, которые, возможно, прошли этот путь, возможно, не дошли до какого-то определённого состояния. Возможно, у них просто много книжных научных знаний, не касаемо себя, а уж тем более не касаемо вас. И даже тот момент, когда вот перед тем, как у нас сейчас эфир начался, как раз я застала такую тему обсуждения, вот я вечером очень хочу есть, вот у меня начинается жор, вот у меня начинается жор, и что делать? И начинаются советы, ну вот съешь вот это, выпей вот это, а вот это вот паразиты просят, это ещё кто-то просит, это ещё кто-то просит. И мы же что начинаем делать? Мы начинаем принимать эти знания и экспериментировать на себе, потому что, ну как бы, ну ему помогло, вдруг и мне поможет. Но мы всегда забываем, что мы идём на разном уровне осознания самого себя. И смотрите, вот самый такой, наверное, один из основных вопросов, когда мы говорим, что мы не смотрим то, что на поверхности, а всё время копаем вглубь. Вот посмотрите, вот вы, например, возьмите любой фрукт, пусть это будет самый замечательный с вашего сада, не какой-то там химозный с магазина, да? Просто берёте фрукт какой-то и кладёте, например, яблоко или грушу, и кладёте его на стол, и проходит какое-то количество времени. Вы в это яблоко ничего не подселяете, никому не говорите там, вы не подходите там и не говорите, эй, червяки, глисты, бегом, у меня тут яблоко, идите его ешьте. Она у вас просто стоит, но через какое-то определённое время в этом яблоке начинают появляться там червячки, начинают вот это вот мошкара, которую мы все не раз замечали, да? Откуда она берётся? Она берётся из яблока, она берётся из тех соединений, которые при совмещении определённых компонентов, я не химик, я не могу сказать, каких определённых, то есть что-то есть в яблоке, когда оно соприкасается там с солнцем, когда с солнечными лучами, когда оно соприкасается с кислородом, что в нём происходит, какие химические реакции, и на основании этих химических реакций появляется то, что появляется из яблока, эти мошки. И то же самое мы-то чем отличаемся? Когда мы начинаем без ума, без памяти травить в себе каких-нибудь глистов, уничтожать свою микрофлору, что мы только не делаем с собой, но только не смотрим на поверхность, всё, что, все эти глисты, они в нас едят то, чем мы их кормим, перестаём кормить, они перестают кормиться, им нечем будет кормиться, они уходят. Но чтобы это облегчить, начинайте облегчать питание. Как только вы начинаете облегчать питание, это не говорит о том, что нужно сразу же перестать есть. Но если вы хотите поесть, но выберите вы тот продукт, который, например, если вчера вы ели на ужин, миску салата съели, то на сегодняшний день облегчите, съешьте, например, одно яблоко или там один какой-нибудь более или менее лёгкий фрукт, апельсин. Не важно, это я как пример просто привела. И это уже будет облегчение ваших глистов, назовите их как хотите. Ваши чужие, они точно так же будут просить, но они уже будут понимать, что вот эти, этим уже не место. И будут уже более лёгкие, более облегчённые варианты, что вы закладываете в себя, какой облегчённый вариант. Тот облегчённый вариант будет вас. Но вы должны чётко понимать, что глисты, вы же их не едите. Ни глисты, ни червяки, ни каких-нибудь там ещё, вы же их не едите, они появляются от той химической реакции, которая сопровождается тем желудочным соком, тем же соединением с кислородом, теми же какими-то определёнными своими композициями, которые вы туда поглощаете. И в зависимости от этого у вас появляется тот или иной выброс вашего адреналина, который действует либо на то, что вы чувствуете, как желудок начинает сосать, либо у вас начинает тело просить что-то через психику. То есть не голова говорит, ой, меня что-то давно туда не складывали, дай-ка я ему скажу, что я хочу есть. Голова вообще есть не хочет. А тело нам всегда сигнализирует, что нам нужно. То есть тело сигнализирует на еду, почему вечером мы чаще всего хотим кушать. Не потому, что ведь солнце уходит, и всё, и в нас просыпается чужие, и мы начинаем трансформироваться. Мы же, как правило, вечером начинаем хотеть кушать. Это тогда, когда мы все свои утренние, дневные дела, которые нас отвлекали максимум, мы их закончили, и под вечер мы расслабляемся. И именно происходит тот момент, что мы не умеем расслабляться. Мы не знаем, как это делать. Нас научили расслабляться, это перед телевизором с пледиком и с какой-нибудь вкусняшкой. Либо за столом мы собирали, там кто-то собирал всю семью, и они хотя бы раз в день рассказывали, как у них прошёл день. Это происходило всё за столом. И это у нас настолько уже такой шаблон создался, что вечером что нужно делать? Расслабление у нас, тире, еда. Но его же можно трансформировать. Это будет не сразу, ребята. Я сразу скажу, но я по себе пробовала, у меня это случилось не сразу. Я точно так же, я держалась, держалась какие-то некоторые, несколько там, какое-то количество времени. И потом всё равно я на вечер наедалась. А наедалась почему? Потому что у меня не выдерживала та же самая психика. У меня не выдерживала то же самое тело. Потому что тело наше, наше вот так, он тоже не приучен к определённым моментам, которые идут. То есть у него уже есть программа. Есть программа, что вот в этот период ты запускаешь пищеварительную систему. И тут ты день, два, неделю, ты её не запускаешь, ты чем-то занимаешься. И тебе тело уже потом говорит, так, 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 подожди, стопе. У нас с тобой что-то пошло не по плану. Давай-ка вернёмся, иначе я не понимаю, что со мной происходит. Тело вам говорит. Я не понимаю, что со мной происходит. Давай я тебе тогда через голову этот сигнал дав. И ты через голову срываешься и говоришь, у меня не прокачана психика. Но мы же даже с телом-то и не поговорили. Вообще мы всё время пытаемся всё разъединить. Разъединить психику, разъединить тело, разъединить мысли, разъединить ещё что-то. И вот мы всё время делим, 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 делим. Хорошее, плохое, горячее, холодное. И мы всё время в каких-то вот этих вот делёжках. Но если мы начнём это, войдём на позицию, хотя мысли наши говорят, говорильщики про единение, да, но это всё останавливается на одних разговорах. А когда мы в действии начнём применять к себе вот это вот единение, когда мы в действии начнём понимать, что наша голова – это всего лишь лесенка от нашего тела. То есть нам тело не может каким-то образом сказать. Мы очень редко реагируем вообще на какие-то сигналы, на какие-то позывы нашего тела. И тогда оно даёт этот сигнал через психику. Так проще до нас достучаться. Когда мы говорим «Остановите этот поток мыслей», в смысле «Остановите поток мыслей», поток мыслей, ребят, остановится, я вас уверяю. Но тогда вам, когда он остановится уже навсегда, вам уже ничего не нужно будет. Умейте эти мысли наблюдать. Вас же никто не заставляет в них втягиваться. Но научитесь наблюдать их, и тогда они будут для вас просто шикарными. Почему нет? Почему их нужно куда-то убирать? Почему мы всё время… Мы сами акцент своей жизни делаем на какой-то битве постоянной, на каком-то разграничении, на каком-то делении, а потом удивляемся, почему наше тело никак не может прокачать свою психику. Вот тело не хочет уже есть, оно мне всякими способами говорит, что это не для него, а психику я не могу ничего сделать с психикой. Потому что мы не умеем слушать своё тело через голову. Мы не умеем через голову говорить с телом. Мы ни одного, ни другого не умеем. И пока у нас это не получится, пока мы не начнём вот это вот разъединять, голова отдельно, тело отдельно, что мы хотим от себя? Ну, наверное, это как раз и про то, как раз про честность перед самим собой, про то, что пока мы не научимся видеть те вещи, которые лежат на поверхности, это касаемо вообще абсолютно всего. Это касается даже нашего тела. Мы же не умеем даже слышать те сигналы, которые нам даёт наше тело. И пока вот мы вот эту поверхность не научимся читать, мы глубже не заглянем. Мы не пойдём своим путём. А когда мы начинаем копать, 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 а потом понимаем, что вот мы прокопали этот туннель, и всё вот это вот на нас опять обвалилось. Думаю, что ж это такое? Что ж это такое? Ну, потому что нужно не вот так вот копать, наверное, как-то ямку раскапывать. Но это опять же образно. Ребята, честно, прочитаю вопрос. Так, Раслана, где Ирина? Дела, наверное, она так круто всё организовывает и стартует эфир. У вас потрясающий тандем. Девочки, Римочки, передавайте пламя. Например, Римочка здесь, да, она слушает вас с нами. Добра вам, не расслабляйтесь. Много работы. Так, ваше молчание – это равнодушие. Так. Добрый вечер, Деви. Так. Вопросов нет. Нас как-то пытаются втянуть не в те вибрации, которые нам бы хотелось. И как раз предательство себя, я, наверное, понимаю сейчас это, может быть, это громко звучит, может быть, это не всем удобно слышать, но я сейчас вообще практикую те вещи, что я людям говорю абсолютную правду, потому что хочу правду услышать от них. И это не всегда приятно. Не всегда было приятно сначала мне говорить, потому что это было больно. Говорить правду, всегда говорить это больно. Когда ты не врёшь, но что-то не договариваешь, это одно. Когда ты всегда говоришь правду, это абсолютно другое. И если я раньше как-то правду пыталась какую-то окантовочку ввести, чтобы она была такая менее болезненная, то потом я поняла, что менее болезненная для кого? Для себя. Я же себя хочу побаловать, да? Что я такая хорошая, я так деликатно преподношу правду. Не потому что другому человеку нужна деликатность моей правды. Ему вообще моя правда, может быть, не нужна. Или он настолько выше меня по уровню саморазвития, что он абсолютно спокойно воспримет мою правду в абсолютно любом контексте. А я тут что-то начинаю выгораживать, что-то начинаю украшать, вычуждать. И поэтому сейчас я просто говорю правду так, как она есть. И я понимаю, что чем жестче правда, если человек готов идти на саморазвитие, то эта правда, чем жестче она его, чем больнее она его ударит, тем быстрее он преодолеет этот болевой порог, свой болевой порог и пойдет еще дальше. И я, наверное, сейчас придерживаюсь того, что я не готова поддерживать в слабости никого, и в первую очередь себя. Потому что вокруг меня я вижу, как у меня мое окружение начинает расти просто огромными шагами вверх идти. И оно настолько становится мощным, что я понимаю, что мне абсолютно на сегодняшний день жалеть абсолютно не надо. Оно у меня настолько полноценное, оно у меня настолько цельное, оно у меня настолько готовое меняться, настолько готовое к принятию самого себя, что это, конечно, здорово. Потому что я прекрасно понимаю, что человек, который не принял себя, он никогда не примет меня. Потому что он никак не может перепрыгнуть через себя. Мы, не приняв себя, никогда не сможем принять кого-то. Потому что перепрыгнуть через себя – это ложь. мы всегда будем кому-то улыбаться и говорить, ну как так, вот как. То есть это настолько весь мир нас начинает зеркалить. То есть я понимаю, что вот я на сегодняшний этап, видимо, созрела до такого, что вот просто вот так. И у меня даже, у меня вплоть до того, что у меня во всех моих инстаграмах, это может быть смешно звучит, во всех моих инстаграмах слетели все фильтры. То есть я сейчас не смогу выйти ни в одном инстаграме с каким-либо фильтром. Причем фильтры у меня стояли световые, потому что не умею выставлять свет, не умею пользоваться фотошопом, не умею пользоваться ничем таким. Краситься я не могу, я уже говорила, потому что полностью, сейчас такой период, что полностью организм не воспринимает никакой краски. И сразу же очень сильные отеки, аллергические реакции идут. Это опять же про честность перед самим собой. Пусть эти лампы, которые я выставляю коряво, будут в одном случае показывать, что там такой нос, в другом случае показывать, что там мешки под глазами. В третьем случае мне будут показывать, что у меня щеки там за спиной видно. Но это все я, да, это все я вот так вот. На меня так свет падает. Он так меня выражает на сегодняшний день, на каждый тот день, когда я с вами разговариваю. И это опять же про честность, насколько я себя могу принять во всем этом. Конечно, как любой девушке, хочется где-то покрасивее выглядеть, где-то еще что-то. Но, наверное, это и есть та красота, которая должна все-таки раскрыться полностью изнутри, изнутри того, какой ты есть, какой ты истинный. И как только ты себя начинаешь принимать истинного, без малейших каких-то украс, прикрас и разукрас, то как тебя может не принять кто-то другой? То есть он понимает, то есть он уже начинает видеть именно то, что у тебя есть внутри. А если ты начинаешь раскрываться, если ты начинаешь быть абсолютно честным перед самим собой, мы же живем в правде, от которой всегда закрываемся. Мы живем в тех вибрациях, где нет лжи абсолютно, от слова совсем. И почему у нас все вот эти вот непонимания идут? Потому что мы всегда закрываемся, мы всегда закрываемся от правды. Мы всегда закрываемся от истины. Потому что нам удобнее быть закрытыми. Когда мы начинаем открываться, это больно, да. Но сейчас мы понимаем, как только мы начинаем открываться, мы начинаем единение со всем миром. Потому что всё вокруг — это истина. И тогда мы начинаем растворяться в этой истине, потому что мы приобретаем ту же вибрацию, те же окраски и те же воплощения того, что есть вокруг нас. и это как раз говорит, могу сказать, это как раз и есть про то, что насколько ты готов к правде от самого себя, насколько ты готов не предавать себя ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Если тебе так сейчас удобно и комфортно, ты идёшь в это комфортно. Если тебе так неудобно и некомфортно, всегда задай вопрос, почему тебе нужно туда идти, если тебе некомфортно. И если ты начнёшь себе это как минимум озвучивать, ты всё равно это поменяешь. То есть я понимаю, что есть такие моменты, когда ты понимаешь, что вот это вот мне некомфортно, но на данный момент я это не могу сделать. Но мы это не можем сделать только лишь до тех пор, пока мы не откроемся в самому себе, пока мы не расскажем самому себе, пока мы не озвучим то, что есть с нами самому себе. Как только мы это начинаем озвучивать, то это говорит о том, что я готов сказать самому себе правду. И тогда у нас начинает всё меняться. И когда я себе говорю правду, я чётко понимаю, а как я хочу. И когда я понимаю, как я хочу, я начинаю выстраивать то, как я хочу. И это может быть не сразу, но постепенно начинает твой мир, он просто начинает по пазликам выстраиваться. Выстраиваться в тот мир, в котором тебе комфортно, в котором есть ты. Не твоя маска, не твоя тень, не твоё восприятие кого-то, а в котором есть ты. Ты истинный. Ты без масок. Римочки написали. Римма, я уже делаю большие чистки, скоро приеду к тебе в ключ. Приветик. Правда безжалостна, но правдива. Светлана, тебе помогла правда? Ты на ней зашла в автономию? Да, я на правде зашла в автономию. Римма, ребят, я зашла в автономию на свои болезни. И когда меня начало выбрасывать, то есть это же не мой первый заход, я уже рассказывала. И когда меня выбрасывало раз за разом, когда меня выбросило с четырёх месяцев неедения, это было больно и физически, я вам скажу, и морально. И тогда я, у меня такая была глобальная работа работа над ошибками, глобальная работа над самой собой. И тогда я поняла, что это только про честность, по-другому никак нельзя зайти, никак нельзя скрыть чего-то, никак нельзя обмануть, никак нельзя это замазать, за штукатурить, закрасить, закрыть, прикрыть или уйти от этого. Тебя всё равно к этому вернёт. И чем ближе ты становишься к самому себе, тем быстрее это всё раскрывается моментально. Всё твоё поле, всё твоё окружение действует вообще моментально. Светлого всем времени. Добра и благополучия. Ребят, если есть вопросы, то я готова ответить. Если есть голосом, то тоже готова ответить. Если есть какие-то новые темы на следующий эфир, то тоже готова их послушать с огромным удовольствием в следующий раз озвучить свою точку зрения, своё восприятие к этому всему. И ещё бы хотела сказать, что, ребят, если у кого-то, кто хочет присоединиться, 26 марта стартует марафон онлайн «Возможности меня», где мы разбираем все эти психологические моменты, мы разбираем, что такое наше тело, что такое наша голова, как это совместить, как это работает, как прийти к самому себе. И, конечно же, это касаемо и облегчения нашего питания. Там мы в основном идём без еды, но это необязательные условия, потому что все на разном уровне. И 31 марта по 5 апреля будет ретрит уже вживую с глубокими проработками. будет в Сочи. Тоже присоединяйтесь. И, наверное, уже скоро мы, наверное, расскажем тоже про наш новый такой проект с Риммой. Ну, это, наверное, будет, возможно, уже будет к следующему четвергу, там, как Римма закончит свои дела. Вот. И тогда мы уже, наверное, озвучим ещё один проект. Да, Риммочка, ты здесь? Римма нет. Римма вообще решила больше не включаться ко мне. Какие планы? Мария. Вот, Мария, я озвучила. Сейчас онлайн-марафон, кто не может лично присутствовать. А кто может лично присутствовать, то, конечно же, в Сочи. Жду вас с 31 по 5 апреля в ретрит-центре, в ЛОО. Вот. Но там нужно будет заранее, мы всё равно будем с вами обсуждать, потому что я хочу сделать достаточно глубокий, и не каждый готов к этому ретриту. Не каждый готов на такие изменения. Поверьте, ребят, просто можно навредить своей психике. Если вы с неподготовленной психикой начнёте углубляться то, что есть вокруг вас, это тоже очень важно. И нужно как-то к себе тоже достаточно бережно относиться. Ну, а если вы уже готовы, то, конечно же, я вас жду. Так. Светлана, добрый вечер. А получается депривация денег? Ребят, вы какие-то... Мне вопросы задают. Я уже про депривацию денег говорила. Что такое депривация денег? Деньги – это энергия. Это энергоресурс, временной энергоресурс человека. На сегодняшний день, чтобы максимально обменяться той энергией, которую мы хотим, то это единственный способ, который сейчас он придуманный. Но вот представляете, вот я сейчас поеду вам давать те знания, которым я шла несколько десятков лет. И я вам их отдам с удовольствием. А вы мне что взамен? Я же не могу, например, сказать туда в отель, приехать и сказать, вы нас, пожалуйста, пустите за бесплатно, потому что я даю знания, которых меняет судьба людей. Я даю те... выполняю с этими людьми те действия, когда они уже не будут прежними. У них жизнь будет абсолютно другой. Поэтому вот я такая клёвая, пустите меня в ваш отель и всех людей, которые приехали вместе со мной. Эту тему открыла Настя Залевич. По деньгам, вот тогда у неё спрашивают, я не могу за Настю что-то говорить. И то же самое, что я скажу. Ребят, вы у меня как бы, детишки мои, вы вот смотрите, мама в автономии, и вам надо. И не надо нам никакой одежды, потому что у нас всё естественно и красиво. Мы же идём прям по-честному. Давайте вот так вот будем. А то, что нас куда-нибудь отключат, везут в какую-нибудь психушку через неделю, через две, это же вот те, кто начинают говорить, мы там против денег. Это как? Интересно мнение других автономов. Нет, я считаю, что это абсолютно нормальный... Это в наш образ жизни, в нашу планету достаточно гармонично всё вписалось. У нас нет ничего того, что нам не нужно. И это абсолютная правда. Это то же самое, что мы говорим. Вот мы на каком-то этапе начинаем отключать потихонечку дыхание. И я знаю тех людей, которые не дышат, могут не дышать спокойно, ну, которых я знаю, которые не могут не дышать спокойно, там, 24 часа, там, ещё сколько-нибудь. Но лично я не знаю тех, но знаю через кого-то, что люди, да, есть действительно такие люди, которые не дышат. И у нас на последнем марафоне с Римой мы проводили в лоу, который, у нас был мальчик, у которого отключалось дыхание на два с половиной месяца. Дыхание. Понятно, что у него весь внутренний процесс поменялся, я сейчас не об этом. Но я говорю о том, что у него отключалось дыхание на два с половиной месяца. Скажите тогда, пожалуйста, вот два с половиной, вот мы с вами перестанем дышать, мы с вами дойдём до такого уровня, что перестанем дышать. Давайте тогда вырубим все деревья. Нам не надо больше очищать наш кислород. Давайте его вырубим. Это же тоже неестественно. И когда, если кто-то говорит, почему вас всегда интересует мнение кого-то, говорит, я хочу собрать палитру всех мнений автономов, чтобы что? Проверяйте на себе. Может быть, вам будет это комфортно. Может быть, вам будет комфортно отказаться от денег. Может быть, вам будет комфортно сказать, вот я без денег, но мне нужен билет. Пожалуйста, оплатите мне билет, потому что я отказалась от денег. И то, что кто-то вам оплатит билет, вас что-то это как-то, наверное, не очень зацепит, да? Что вам кто-то оплатил этот билет. Или то, что вам нечем будет оплатить жилье. И вы кому-нибудь придете на его жилье, которое он оплачивает. Как вы? Вы ходите по асфальту, который тоже положен на какие-то определенные финансы. Вы дышите теми деревьям, вы говорите, деревья – это природа. Да, не везде природа. У нас уже в городе деревья сажают, потому что так надо, потому что вот такой вот у них дизайн какой-нибудь. Вот в этом месте дерево не будет расти, которое было природно, несколько тысячелетий росло. А вот здесь мы посадим, потому что это красиво. И как бы это еще природа или уже нет? Критерии тогда вот этой природы, критерии настоячности и ненастоячности. И то, что кто-то срубил дерево или посадил дерево, это за что было сделано? За какие такие дары, если не за деньги? Вы на сегодняшний день, вот я на сегодняшний день, чтобы вообще с вами связаться, чтобы вообще с вами поговорить, мне пришлось купить гаджет, и мне нужно как минимум оплатить интернет. Иначе вы бы про меня не узнали, иначе я бы про вас не узнала, что вы есть. Как-то у нас не получается так. Вот здесь вот можно с деньгами, а здесь нельзя с деньгами. Ну, как так? И нужно же четко еще понимать, да? Есть у вас ответственность за кого-то? То есть если вы сам по себе один, вот если бы я была абсолютно одна, я бы, наверное, сказала, да, я, наверное, попробую, что такое жить без денег. И я бы поехала, может быть, может быть, и попробовала бы. Но когда у тебя есть твоя ответственность, это могут быть дети, это могут быть родители, родители тоже не всегда у нас в каком-то возрасте не всегда у нас могут сами себя обеспечивать и обслуживать, когда у тебя есть ответственность перед родителями, когда у тебя есть ответственность перед животными, которых ты приучил, приручил, то что ты будешь делать? Как ты им скажешь, что ты такой стал весь крутой? То есть денежный аспект – это тоже сегмент вашей жизни. И если вы его вычеркиваете, ребят, этот сегмент, то у вас вычеркивается, у вас вся ваша пирамида ломается. Не будет ничего такого. Вы не сможете жить в материальном мире, не касаясь материи. Как это вообще представить? Деревья, созданные природой, а деньги человеком. А человек создан кем? Какие чистки лучше делать перед долгими чистыми днями? Магнезия. Магнезия, полынь. Ты сейчас используешь масла в пищу или как косметика? В пищу нет, пищу не использую. Как косметика очень редко бывает, использую какие-нибудь масла, да, там, губы смазать, лицо бывает смазать, особенно когда очень долго на солнце иногда хочется смазать. Не всегда это хочется, но иногда бывает. Мне вообще нравится запах кокосового масла. Да, иногда бывает. Любовь – это не шутка. Это точно. Буду использовать пост, чтобы глубже практиковать, чтобы для людей было логическое обоснование. Да, и я вам, ребята, говорила, что как раз 14 марта в том году, когда я зашла, я заходила со Славой, но он нигде особо не рассказывает о себе. И он заходил, мы с ним решили заходить в пост, это было 15 числа, я только один день не дотерпела, уже не смогла. Мы с ним заходили в пост, потому что он армянин по национальности, и мне достаточно сложно кому-то объяснять, что почему я то не ем, это не ем. Мне проще будет зайти в пост, а потом уже все как бы и привыкнут. Вот, именно поэтому была выбрана дата. Так, добрый вечер, подскажите по зрению, почему плохо и можно ли среднее вылечить. Ребят, смотрите, можно исцелиться полностью, все силы исцеления, они находятся в вас. Но насколько вы готовы к этому исцелению, это уже другой вопрос. Смотрите, в каждом вашем заболевании, к которому вы приходите, это же другой вопрос. Каждое ваше заболевание на каком-то этапе, оно вам очень нужно. И вот вам нужно по-честному признаться, для чего вам это нужно. То есть, какое-то заболевание, возьмем общее, не буду я сейчас конкретно говорить про одно заболевание, чтобы каждый не начал на себя это примерять. Но что касаемо заболевания, то есть от любого заболевания вы получаете какие-то бонусы. Это повышенное внимание, это жалость. Жалость к самому себе – это великолепное чувство. Мы его можем потом разобрать, просто это достаточно долгий эфир получится. Жалость к себе – это там вообще целый спектр всяких бонусов, которые предполагают. Что еще болезнь? Болезнь – это то же самое, что вы можете себе позволить то, чего не можете позволить в здоровом состоянии. Это как минимум отдых, это еще что-то. То есть, каждое заболевание, если его раскручивать, оно вам несет очень много положительных моментов, которые вы говорите «не-не-не, я хочу вот лучше видеть, я хочу там лучше это видеть». А когда начинаем раскручивать, начинаем это по-честному открывать, почему вам это заболевание нужно, и когда вы понимаете вот эти вот плюшки, тогда вы уже должны перейти на следующий этап. А готовы ли вы без этого? А готовы ли вы это трансформировать во что-то другое? И здесь уже следующая проработка идет. Но каждое заболевание, которое у вас есть, я вас уверяю, абсолютно каждое, вы готовы исцелить самостоятельно. Самое главное, чтобы вы направили ту энергию, которая есть в вас, в правильное русло, точечно нужно работать. Если есть какой-то человек, который вас готов туда привезти, чтобы направить вашу энергию в это заболевание, в это исцеление себя, чтобы стать целостным, исцеление, целостным стать, то тогда, конечно же, это будет более простой путь. Светлана, какие цены на онлайн-марафон? Онлайн-марафон 12 тысяч рублей. Семь дней. Благодарю. Еще есть вопрос. Да, тут тоже написали «Отказаться от денег-то зачем? Что это даёт?» Но мы многие вещи, к сожалению, делаем, чтобы просто сделать и не задумываемся. И это, опять же, не про честность. То есть мы, смотрите, мы очень часто задаём вопросы, которые задал кто-то. Мы очень часто идём по пятам того, кто первый прошёл, и нам кажется, вот он первый прошёл, мы пойдём за ним. И всё время, всю жизнь свою идём по натоптанной тропинке абсолютно не своей. И чувствуем, что нам что-то не то, что-то не так. Мы всё время смотрим обязательно кому-то. Зачем? Выберите свою тропинку, идите к своим целям, идите к своей жизни, рисуйте своими красками. Почему нужно идти обязательно за кем-то? И почему нужно обязательно спрашивать чьего-то мнения на счёт кого-то другого? То есть мы очень часто задаём вопросы, которые даже нас не касаются. Мы спрашиваем те вопросы, которые один сказал, а второй должен ответить. А где здесь мы? Этот вопрос был, чтобы что. И мы очень часто любим осуждать, мы очень часто любим говорить про кого-то. Мы всегда пытаемся фокус внимания самого себя перенаправить на кого-то другого, на кого-то иного. И это всегда лучше, потому что как только мы перестаём кого-то осуждать, перестаём кого-то спрашивать, их мнение для чего-то, мы тогда остаёмся сами с собой, и нам нужно тогда посмотреть на себя, и что мы там увидим. А приятно ли нам знакомиться с собой? Мы же себя по большому счёту-то ведь и не знаем. Мы думаем про себя так, как нам сказали наши родители, наши близкие, наш социум, наши начальники, наши друзья. Вот как они нам сказали, кто я есть, мы думаем, что я этот есть. Потом мы знаем себя глазами наших близких, наших родственников, как они знают нас. Не как мы воспринимаем через них, а как они видят нас. Это второй человек. И третий человек, это, наверное, все себя видели, например, когда мы на камеру что-то снимаем, и потом себя смотрим на камере и думаем, «Боже мой, это что, я что ли?» «Да нет, фу, что-то какое-то…» «Нет, это не то, то не то, как-то вообще не то». И это мы третий уже. Это, знаете, в таком облегчённом варианте, когда мы слышим свой голос, и нам кажется, «О, такой клёвый, такой классный, да». И когда нам его прокручивают на какой-нибудь аудиозаписи, думают, что, кто там скрипит? Это мой голос. Да быть такого не может. Наверное, каждый с этим сталкивался. И вот это третий «я». Из этого трёх «я» нет ни одного «я» действительного, истинного. И представляете, чтобы встретиться с самим собой, нужно годами, которые мы холили и лелеяли вот этих вот трёх «я», их нужно откинуть. Как? А вместе с ним? А на них-то прикреплено всё остальное? На них прикреплён быт, на них прикреплена семья, работа, местоположение, где я нахожусь. Всё на вот этих вот трёх «я». И как я сейчас их откину? И как я буду такой, какой я есть, уже общаться с другими? Как я буду? Я не захочу на эту работу ходить, потому что я понимаю, кто я. Я абсолютно другой. И вот готовы ли вы вот это вот всё просто поменять, чтобы найти себя? Далеко не каждый готов. Всегда легче где-то скрываться, за кого-то скрываться. Супер, ждём вас обоих в следующий четверг. Как изменилось мышление, наблюдение, вовлечение, в мысли изменилось? Ну, вообще, я веду свой канал, наверное, вот как я уже так достаточно серьёзно начала подходить к теме неедения. И там, наверное, у меня уже даже несколько отзывов есть. Там, наверное, видно, как мои мысли меняются, как моё восприятие меняется. Да, конечно, восприятие меняется полностью. Тут даже, знаете, не мышление изменилось, а ты же научаешься по-другому всё видеть, и тут даже не мысли изменились, а тут изменилось твоё отношение к мыслям. То есть готов ты их вообще обрабатывать, либо просто ты смотришь, и они как кораблики по небу плывут, и ты не вовлекаешься в эти мысли. Это абсолютно другое состояние. Можно ли переводить кошек на сыроедение? Полезно ли им это? Я не знаю. Пробуйте. Вот у меня дома живут три кошки. Сегодня одна из них поймала мышь. Что я должна была сказать? Ты некрасиво делаешь. Это мясо. Плю него. Но это кошки, это её природа. Она хищник. Но мы очень часто любим себя сравнивать с животными. Почему-то у нас вот такая тенденция. Вот посмотрите, вот кошки вот так едут, вот собаки вот так едут, вот эти вот так делают. И что значит? Мы так же должны делать. Мы же не животные. Я знаю несколько таких людей, когда животные, они очень сильно идут в поле своего хозяина. Если, например, хозяин гигант, то его животное станет веганом. И это нормально. Но вы же её не заставляете, вы же не навязываете что-то. Вы же ей специально не меняете корм. Просто вы видите, что у вашего питомца меняются вкусовые, наши сыроедет, не веган. Да. То есть это должно быть либо естественным путём, либо когда ты навязываешь это, а само животное к этому не готово. Мне кажется, это ерунда полная. Почему вы не принимаете своё животное таким, какой оно есть? Вы же не в принятии своего животного. Как только вы примете своё животное, то, возможно, ваше животное с огромным удовольствием примет и ваш образ жизни. Но это уже другой вопрос. Можно ли автономию использовать как инструмент власти? Или на автономии ценности меняются, даже если первоначально была такая цель? Абсолютно точно меняются. Это я вам могу сказать. Это я вам могу сказать абсолютно точно. То есть ты в таком принятии, и готов ли ты нести ответственность за кого-то иного, когда ты научаешься брать ответственность стопроцентную за самого себя. Вот когда ты возьмёшь стопроцентную ответственность за самого себя, за всё, что происходит вокруг тебя, то тогда посмотрим, останется у тебя этот вопрос или нет. Светлана, скажите, пожалуйста, на сыроедении сушит кожа есть зуд? Есть версия причины? Да, на сыроедении во-первых, я бы вам посоветовала замасливаться, но замасливаться нужно сначала пройти, наверное, несколько этапов других, иных. Я сейчас не готова в открытом эфире это сказать. Но если хотите, присоединяйтесь в открытый чат школы автономии, там у нас ребята это тоже обсуждают. Вот. И если есть зуд, то очень хорошо масло, масло, я рассказывала рецепты, как я делаю для своих детей, масло с лавровым листом, либо завариваете такой ядреный, ядреный лавровый лист по какой-нибудь там, не знаю, во что-нибудь, и в ванну потом выливаете, и принимаете в ванну с этим лавровым листом, он очень хорошо снимает зуд. Такое тоже есть. Дорогая, большое спасибо за информацию, так прекрасно слышать спокойный женский голос, полнала любви и нежности от чистого сердца, от чистого тепла и сердца. Спасибо большое. Кошки от природы сыроеды, а еще смотрите на, там специально корм разработал, живут в два раза дольше. Может быть, не спорю. Да, кошки сыроеды, они сырых мышей едят, они едят все сырое, что движется и шевелится, они это не готовят. А вы чем их кормите? Я кормлю, я сухим кормом их не кормлю, они у нас едят в основном курицу сырую. Иногда, когда собака в хорошем расположении, духа не бывает, что к собаке едят кашу, у нас собака зимой ест кашу, летом она ест только кости, грозет, не ест, а зимой она прям вот просит, но она у нас уже старенькая такая достаточно, и вот у нее рацион менять точно нет никакого резона, поэтому, а так они, они же у нас уличные, и уличные дома бывают, они у нас едят, и мышей едят спокойно, и голубей едят. самые обычные кошки. Принимаю их полностью, они начали быть нездоровыми, с их корма, а мясом не могу кормить. Ну, возможно. почему нет, Света, сейчас дети как, много едят? Не, у меня дети много не едят, у нас нет культа еды, у нас нет такого, чтобы там все сели за стол, позавтракали, пообедали, поужинали, у нас вообще в лучшем случае, если что-то приготовлено, вот, а так овощи, фрукты, у нас овощи, фрукты всегда есть дома, вот, они как-то больше вот такое вот едят. Привезла сестра кота, он вообще не ест, я думаю, что он мне маячит. Залетай в автономию, хватит жрать. Ну, да, читайте сигналы вашего окружения, вашего мира. Ребятки, есть вопросы? Задавайте. Если вопросов нет, то я буду тогда с вами прощаться, с вами было очень хорошо, и мы с вами уже почти час. Благодарю, Светлана. Да, просто вопросы-то какие? К себе только вопросы остались. Уже все настолько понятно, что уже столько раз все подрасписано, у Паши там на канале столько видео, но уже, по-моему, мы все темы уже обстудили, и про деньги, и если вопросы возникают, я прям даже удивляюсь, а оно же уже есть, эта информация в поле, смысл ее опять. Хотя, она тоже для каждого по-разному, я считаю, да, мы же касаемо денег, у каждого по-своему этот опыт проживает. Кто-то еще играет в эти игры, кто-то уже наигрался, и тут нету одного мнения, правильно ты сказал, все индивидуальные, каждый идет своим путем. Пришло время уже в себе искать ответы. Поэтому, наверное, такая тишина у нас здесь, никто ничего не задает, вопросы, все уже преисполнились, преисполнились. Все, тогда спасибо, ребят, огромное, что пригласили, спасибо всем, кто задавал вопросы, кто слушал, кто на Ютубе смотрел, с вами очень приятно, и, конечно же, буду ждать следующего четверга. Присоединяйтесь к марафонам, к ретритам, буду с огромным удовольствием вас ждать, и в соцсетях присоединяйтесь. Спасибо огромное. Спасибо, благодарю. Пока-пока. Макса, ну что ты не задала вопрос-то свой? Ха-ха-ха.